Еще до того, как ситуация с коронавирусом начала тревожить жителей Прибайкаля, у многих появилась потребность в регулярных встречах с психологом. Как не ошибиться и выбрать хорошего специалиста, и всем ли нужна квалифицированная помощь, расскажем в сюжете. Камеры не боится, легко и развернуто отвечает на наши вопросы. Хотя еще два года назад иркутянке Виктории Бородиной это давалось трудом. Чтобы преодолеть страх публичных выступлений, девушке потребовалась помощь психолога. Я музыкант, я выступаю на сцене, и у меня было сценическое волнение. И сейчас мы эту проблему в принципе решили. То есть нет такого сильного мандража перед тем, как выйти на сцену, хотя раньше это было. Ну и какие-то личные проблемы мы все равно это обсуждаем. Психолог может помочь решить вообще любую проблему. Ну даже желание зарабатывать больше денег, в принципе, это тоже можно обсудить с психологом. Спрос на услуги психологов в Иркутске к этой осени вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. И причины такого интереса к общению со специалистами связаны не только с пандемией коронавируса и общим тревожным настроением в регионе. У психологов есть и другое объяснение. Повышение спроса на психологические услуги связано с тем, что, во-первых, растет уровень самосознания граждан. Потому что человек все равно читает литературу, смотрит видео, слушает отзывы и чувствует, что он тоже либо готов, либо ему интересно, либо у него есть необходимость обратиться к психологу как в последнюю инстанцию. Вместе со спросом растет и число предложений. Вот только среди большого количества специалистов сложно найти действительно хорошего. Ведь некоторые из них работают без высшего образования. Такие психологи окончили лишь курсы, которые длятся меньше года. Специалист Елена Михалик считает, что хорошего психолога можно отличить от плохого уже после первой консультации. Психолог-профессионал в любом случае отличается тем, что он всегда говорит по существу. То есть, если, например, люди приходят за помощью к психологу и начинают чувствовать, что он говорит очень много лишнего, не по той проблеме, с которой они пришли. Значит, это не очень квалифицированный психолог, потому что он старается привлечь к себе внимание. Хороший, грамотный психолог, он всегда будет стараться помочь человеку и очень мало обращать внимания на себя. Еще один важный критерий для хорошего психолога – он никогда не дает советы. Специалисты незаметно предлагают несколько путей разрешения проблем. И важно проработать их своевременно, пока они не превратились в неподъемный балласт, мешающий жить. Ольга Хармутова, Виктор Черкашин. Новости по будням.